Звоню вам из главного следственного комитета города Москва. Меня зовут Терентьев Иван Олегович, являюсь капитаном юстиции. В данный момент тут у нас ревизия проходит в следственном комитете. Мне на стол попала документация, в которой считается устный отказ нашел от компенсационной выплаты по делу судопроизводства номер 4А-3565-18. Мне здесь не указана причина, по которой вы отказались востребовать ваши компенсационные средства. Вы не могли бы мне уточнить, по какой причине они востребуют? Я что-то вообще не понял. Откуда вы звоните? С главного следственного комитета города Москва. Ну, а я тут при чем? У меня стоит ваш отказ от компенсационной выплаты по делу судопроизводства номер 4А-3565-18. Некорректная ведомость заполнила. Мне не указана причина, по которой вы отказались получать ваши средства компенсационные средства. Можете мне уточнить, почему вы отказались получать? Я вообще никаких отказов не писал. Это устный отказ. Вам проходили извещения? Приходили по почте о том, что полагается вам компенсационная выпласть? Нет, ничего не приходило. У нас сотрудники следственного комитета, в свою очередь, связывались? Нет, никто не связывался. То есть вы не в курсе, что вам полагается компенсационная выпласть? Вообще, первый раз слышу. Такое возможно. Я не первый раз с этим сталкиваюсь. Телевизия проходит. Нечистые на руку сотрудники следственного комитета. То, нечистые на руку сотрудники комитета? Да. Ну что, у вас такое бывает? Я вам объясню сейчас в двух словах. Дело в том, что полагается вам компенсационная выплата от 23-го, 12-го, 2018-го года. В связи с тем, что задержана была группировка, которая незаконным образом распространяла медицинскую продукцию на территории нашего государства. Их задержали, осудили 23-го, 12-го, 2018-го года, приговорили к 12-ти годам лишения свободы. Также заморозили их активы, их счета и распродали имущество, находящееся на территории нашего государства. Полученную сумму разделили между пострадавшими. Таковыми суд счет более 2,5 тысячи субъектов граждан нашей страны. Ну и полагается, каждому в равных частях компенсационная выплата. 460 на тысячу рублей. 460 на тысячу рублей каждому пострадавшему. Так как суд не смог индивидуально каждого рассмотреть его, а компания являлась миллиардером, поэтому суммы такие. В равных частях компенсировали каждому. В какой стране мы живем, вообще ужас. Тем не менее, мы боремся, стараемся что-то с этим делать, предпринимаясь действия, в сторону того, чтобы изменить нашу страну в лучшую сторону. Понятно. Вы мне скажите, Сергей Евгеньевич, вы будете востребовать вашу компенсационную выплату в том? Тогда, наверное, сумма-то большая. Запишите номер финансовой службы после судебных взысканий Московского городского суда номер 3. Это служба выплаты непосредственно курирует Пащенко Сергей Викторович, руководитель финансовой службы, так как огромные компенсационные выплаты полагаются гражданам. Вот, руководящий состав непосредственно курирует это все. Запишите. Сейчас, подождите, ручку возьму. Как говорите, фамилия это? Моя? Нет, вот кому звонить? Пащенко Сергей Викторович. Так, Пащенко. Через О или через А? Пащенко. Через О? Пащенко? Да. Пащенко. А, через А, Пащенко. Пащенко. Как Сергей Викторович, да? Сергей Викторович. А телефон какой? 849. Подождите. 849. 537. 537. 495. 495. 71. 71. Запишите номер дела, по которому решение суда вошло. Пишу. 4А. Угу. 3, 5. Угу. 6, 5. Угу. 3, 18. И также запишите мои данные. Направил Терентьев Иван Олегович. Так, Терентьев Иван Олегович. Терентьев, да. Иван Олегович. Вот. А должность-то как ваша? Капитан юстиции. Капитан юстиции. Ага. То есть сказать, что от вас звоню, да? Да. Скажите, ревизионная комиссия направила, они в курсе, что мы сейчас в ревизии здесь находимся. Ну, и там будет более детально вас проконсультируют, он уже в списках проверят окончательно, направят на выпук. Ага. Хорошо. Всего доброго. Единственная просьба у меня личного характера, наберите сегодняшний днём, будьте добры, потому что мне ведомости надо закрывать. Вот. Угу. Ладно, ладно, хорошо, спасибо. Всё. Я ведомость открыта, что я веду. Всего доброго. Угу. До свидания. Блять, пиздец.